дом 120 квадратных метров чего кого почем господа в сегодняшнем видео я расскажу один из об одном из завершенных нами объектов это дом площадью 120 квадратных метров украшенный навесом для автомобиля и верандой площадь застройки нашего дома 170 квадратных метров в сегодняшнем видео я вам расскажу сколько денег вложил наш клиент в этот объект как он из каких материалов он состоит покажу планировку и ребят мы разыграем еще вот этот проект он едет в воронежскую область допустим пишите ребята из воронежа я отправлю вам у вас не хватает красивых симпатичных домов хотелось бы что и бы их было больше ребят пишите комменты из воронежа это про воронежский проект будущем и так господа сегодняшнем видео я расскажу вам не только об нашем объекте но еще затронем нашего заказчика смотрите это достаточно редкий тип заказчика такого продуманного человека смотрите он строит по моему третий дом уже третий дом он решил уже не заниматься ерундой пришел к нам в январе месяце заказал эскизный проект вот этот зафиксировал стоимость вот этого дома которая сейчас выросла приблизительно на 20-30 процентов я вам все потом подробно расскажу сколько человек платил и сколько бы сейчас это стоило поэтому господа подписываемся ставим лайк и смотрим внимательно наш видос начнем естественно сцен но перед этим коснемся одного момента смотрите видите как у нас на доме расположена сзади труба вот на крыше если вы досмотрите этот ролик до конца и будете внимательными я расскажу как в нашей компании делают вентиляционные каналы и шахты во всех можно сделать комната или каких вам нужно досматривая ролик не забудь подписаться и ты узнаешь как перестать платить деньги за трубы из кирпича ну под нашим домом залит ленточный фундамент ну стандартный белгородский фундамент с глубиной промерзания 1200 миллиметров смотрите вот такой фундамент для дома 13 на 11 с половиной веранда тоже к нему еще прибавится и стал бы для навеса в гараж он в апреле месяце нет феврале месяце по моему заказ был сделан он обошелся 389 тысяч рублей я думаю этим ценам можно смело махать платочку абсолютно потому что все подорожало в разы некоторые эпизоды в некоторый момент итак друзья теперь под соколю смотрите соколь выполнен из бетонного бетонного облицовочного кирпича производства завода жбк-1 ну в данный ну на данном доме он коричневый выполнена гидроизоляция рубероидом кирпичик выложен средняя высота цоколя 600 миллиметров наш соколь утеплен и ппс 50 миллиметров толщиной и за обучен красным керамическим кирпичом ребят я много людей пишут в комментариях что надо поднимать бетоном еще там что-то красный кирпич разрушается ребят мы применяем кирпич глиняный обожженный в печи который имеет 70 циклов морозостойкости учитывая то что бетон в среднем имеет 35 ребят помните об этом не ведитесь на рассказывать всяких профанах об этом а стоимость нашего цоколя обошлась 442 тысячи рублей но в данный момент весной я напомню каменщики еще ложили кирпич по 7 рублей сейчас они уже берут от 10 в наличии керамического кирпича нет вот за этим кирпичом стоит очередь утеплитель подорожал в четыре с половиной раза поэтому это такое себе удовольствие поэтому господа бронируйте цену учитесь на чужих ошибках не совершайте свои это действительно экономически выгодно заказать строительство в феврале месяце и так друзья думаю удачный ракурс отсюда видно ну в принципе симпатичный проект я думаю смотрите ребят коробка стоимость коробки коробка наша выполнена из кирпича красная гвардия вот который за мой спиной баварская кладка флэш аккорд был очень удачный как это сказать они испекли очень удачную партию не думаю что получится в будущем у них зимой не получалось потом получилось вот это было хороший ну на мой взгляд очень красивое сочетание кстати его тут прикладываю фотки я показывал видео как нельзя ложить баварскую кладку нашел таких десяток домов вот фотографии поэтому будьте аккуратнее при выборе строительной компании ну или там бригады каменщиков и так ребят стены внутренние нашего дома выполнены из газосиликатного блока аэробелл 300 миллиметров толщиной внутренние перегородки выполнены из блока скац там 120 и 200 сейчас ну потом внутрь пойдем покажу естественно в нашем доме выполнен монолитный пояс по всему периметру чтобы он держал мой эрлат распределял нагрузки и защищал вашего дом ваш дом от растрескивания также в мой эрлат монолитный пояс вставлены шпильки для дальнейшего укрепления кровли смотрите феврале месяца стоимость этого дома составляла 1 миллион четыреста восемьдесят пять тысяч рублей к сожалению сейчас таких цен больше нет во первых облицовку разнесли всю эта партия закончилась ну где-то два месяца назад в наличии по факту нет кирпича есть только солома какие-то там такие красный кирпич еще что-то такое за кирпичом идет настоящая бойня я думаю это приведет к дальнейшему росту цены скорее всего но я так понимаю что вот весной браер стоил 26 рублей потом он стал стоить 35 рублей вот мы сейчас на одном доме докупали кирпич и мы брали его уже по 48 рублей ну поэтому двойная цена на кирпич естественно вы каменщики тоже вот смотрите сейчас уже ценники начинаются там от 25 рублей многие люди берут если один арка 25 там полуторка 30 рублей на обкладку цены дошли до 40 рублей это все приводит к максимальному дорожанию но не знаю как очень такой дорогой год для стресс вот такого подражания я не помню на своей памяти итак друзья кровля смотрите это не бюджетная кровля достаточно хорошая черепица вот сейчас она стоит по моему там 600 рублей 650 рублей за квадратный метр смотрите заказывали мы ее феврале тогда вот смотрите плита уэсб феврале месяца кстати вот тут ролик приложу мы про зимнее строительство я вам тогда говорил о том что строят закупайте строите сейчас мы сами встряли вот смотрите кровля наша ну площадь под 300 квадратов вот такую же приблизительно дело старом осколе она обошлась вообще по моему там около 900 тысяч рублей 900 тысяч рублей простите вот эта кровля нашему заказчику обошлась феврале месяце или в апреле он и заказывал 1 миллион 100 там что-то 40 тысяч рублей по факту мы сделали ее в минус потому что ну все успела подорожать так что мы просто не догнали цены смотрите уэсб закладывалась по 700 рублей по факту нам мы покупали ее по 200 мягкая кровля стоила вот такая где-то 450 рублей обошлась она нам 600 рублей уже 600 по моему 40 подшива подорожала водосточные системы там металл в четыре раза просто вообще кошмар еще смотрите мы за по факту некоторые наши дилеры заставляют вывозить материал и пересчитывают по невывозу представляете а вот например у sb но ее нельзя хранить на улице это материал ну его нужно хранить в реальном каком на складе но не но и себя знал что будет такое подорожание мы бы закупили лучше было бы проще арендовать крытый склад потому что но реальная дичь вот конкретно на этой кровли ну там есть небольшой минус поэтому это очень выгодно заказывать материалы февраля теперь пойдемте в дом и я расскажу вам о том какие комнаты у нас есть и что там у нас в нашем доме итак друзья проходим в наш симпатичный домик смотрите попадаем мы сначала в тамбур вот площадь нашего тамбура составляет 6 квадратных метров с левой стороны на входе у нас находится котельная вот котельная площадь котельная у нас 4 квадратных метров дальше мы попадаем в холл площадь холла вот он такой достаточно большой из него во все стороны расходятся двери площадь его 11 квадратных метров в нашем доме 3 спальни вот показываем это одна из малых спален площадь ее 15 квадратных метров есть окно с выходом на улицу далее у нас идет санузел вот кстати особенности смотрите вот ребят вот оставлены места в котором мы в дальнейшем вставим вытяжки сантехнические вытяжки я сейчас вам более подробно расскажу смотрите сейчас 95 процентов котлов которые монтируют люди на наших домах это напольные или настельные коксиальные котлы в которых не нужны горячие каналы кстати вот сейчас специально обращаюсь к архитекторам которые делают на фрилансе свои работы ребят трубы не надо проектировать их не делают уже 15 лет я вам говорю как каменщик еще я когда работал их уже не делали потому что кирпичные трубы вентиляционные шахты которые если просто выложить во-первых для этого нужен фундамент для этого нужен цоколь стена специально должна быть в доме и потом по факту вы когда выкладывать их все равно придется утеплять у всех текут у всех текут загуглите а потом придется утеплять это представляете расходы ну вот труба сейчас на трубу каменщики кидают кирпич по моему но рублей по 17 нас трубу среднего идет больше тысячи кирпича если еще винт каналы и посмотрите вы еще будете привязаны к тому что будете собирать все винт каналы в одну кучу например вы должны будете присоединить санузел кухне к ванной но чтобы не делать две трубы в доме потому что это уже будет расходы там больше 150 тысяч на самом деле вот каналы мы потом выпускаем туда сантехнические трубы утепляем их чулками собираем в кучу все эти трубы и выпускаем в тот в ту фальш трубу которая уже есть на нашем доме кстати если вам будет интересно я вам покажу как это делается напишите в комментах и мы снимем ролик когда будем собирать здесь вентиляционную систему на этом доме так вот у нас второй санузел он приблизительно такой же по площади вот тоже вы место видите по трубу вот в одном из котельной там забыли на ребята снять надо будет сбить пару блочков вот небольшой предбанник перед в спальне еще одна маленькая спальня ну него как маленькая спали 16 квадратов вот имеет нишу такую под шкаф в дальнейшем встроенный вот у нее окно достаточно большое окно 1800 миллиметров по моему она следом мы переходим в гостиную кухню площадь гостиной кухни у нас 31 квадратный метр все здесь поместится абсолютно я бы сделал вот здесь зону готовки а вот здесь зону столовую ну так удобнее чтобы не ходить понимаете дальше мы проходим на веранду ребят площадь веранды 16 квадратов смотрите отличная посадочка вон виды какие здесь можно будет летом позавтракать или пообедать даже отличная погода продувается хорошее место и вот еще у нас есть навес ну как бы в гараж машин гараж скорее всего все многие люди используют для хлама ну у человека уже есть один там или два дома поэтому хлам он найдет где хранить поэтому решили сделать обычный навес сэкономили ну достаточно я думаю денег ну я думаю гараж сейчас построить обойдется ну наверно 400 500 тысяч рублей итак друзья смотрите вот такой дом у нас получился на проекте мы его построили за 3 миллиона четыреста шесть тысяч рублей по моему ребят цена это было зафиксировано еще в апреле и у нас случились минуса по кровлям там ну по некоторым элементам так вот ребят сейчас такая цены такой цены уже абсолютно нет я думаю мы не пересчитывали пока данный момент то что цены каждую неделю нас переписывают на разные материалы очень неудобно поэтому фиксируйте цену заранее не откладываете то на потом вот люди которые хотели строиться весной отложили на лето они пожалели об этом я уверен тысячу раз я думаю сейчас стоимость этого дома ну приблизительно миллион прилипает сто процентов сэкономить уже в принципе на чем нельзя потому что смотрите по факту кирпич отсутствует там лес стоит бешеных денег многие нормальные бригады расписаны до конца сезона поэтому планируйте свои действия желаю ребят стоп пишем комментарии ребята из воронежа и мы отправим этот проект за нормальный комментарий кому нужен хороший красивый дом воронеже обращайтесь проект вам вышлем сами заказным письмом итак господа желаю каждому из вас удачи своего красивого счастливого стильного дома будьте аккуратнее берегите себя с вами как всегда был максим